Закончили съемки, уезжаем со съемочной площадки. Сейчас Макс хочет посмотреть анонс радио «Радуга». Не анонс, там просто в фейсбуке тебя должны, ну, какая тема будет сегодня, потому что они там, у них тема программы, и вот, наверное, про блогеров будут говорить. Вот сейчас я посмотрю в фейсбуке. Что вы смотрите онлайн? Не секрет. Сейчас, сейчас. Сейчас посмотрим, анонс этот. Вот, вижу. Что вы смотрите онлайн? Не секрет, что в последнее время телевизионная аудитория несколько переместилась на просторе интернета. Там мы смотрим любимые передачи, фильмы, ролики на YouTube. Гость студии Александр Эйтминович, блогер YouTube канала «Жизнь в Литве». Наши сообщения. В сегодняшних реалиях футбол. Уже сообщение, комментарии. Все, я смотрю онлайн, основной снял кулинарные программы. Кулинарные программы. Ну, никто не знает ни дневника Хача, ни… Ни «Жизнь в Литве», ни «Жизнь в Литве», ни «Жизнь в Литве», ни «Жизнь в Литве» тебя знает. Нам еще полчаса ехать. Да, и посмотрите. Там уже все на месте. Мы приехали на «Радио Радуга», «Ла Луна». В этом же здании «Радио Радуга» находится. Я оставлю ссылку в описании. Те, кто хочет подробно посмотреть, как работает «Радио Радуга», с другого ракурса немножко, потому что Сергей Гриффитс, который работает на «Радио», тоже снимал свой влог. Так что посмотрите, как у него. Клайпичанам, наверное, это будет интересно. Так что идем внутрь. Ла Луна. Ла Луна. Я уже вижу Сергей Гриффитс. Пришли на «Радио Радуга». Сейчас находимся в редакции, так называются. Ну, кто видел блог Сергея Гриффитса, уже, наверное, видели людей, кто здесь работает, пообщаюсь, знают уже по именам. Ждем, сказал Сергей, вот выходил, он сказал через 5 минут, он будет закончить какую-то программу, и все. Потом уже полчаса, в принципе, до эфира, еще есть время. Сейчас пообщаемся с Сергеем, он нам что-нибудь еще расскажет дополнительное, что-то, может, он скрыл в своем блоге. Иногда бывает так, что я уже прям от каких-то дел отказываюсь, потому что, знаешь, нужно смонтировать что-нибудь. Да, я понимаю, да. Потому что реально у меня день на монтаж уходит, день на съемки. То есть, наверное, два дня. А у меня же еще три работы, я работаю на «Радио», потом веду мероприятие по пятнадцатым субботам, еще преподаю язык. Вот сейчас у меня был 30 минут урок, я, блин, убежал из эфира, прибежал. Да, я знаю, это вообще нереально. Просто сложно. Ну да. Видел видео, там и английский ты учишь. Да, да, и учу еще сам, ну, короче. Надо переходить на тяжелые наркотики. А чтобы не спали, да? Да, да, чтобы спали. Да, да, на тяжелые наркотики. На тяжелые наркотики. Вот мы еще будем тут пару дней, куда бы ты нам посоветовал поехать? Что посмотреть? Пожрать цепелинов. Ну, они все такие очень туристические. То есть, это как? Мне, например, очень нравятся пушеские касаны. Я понимаю, что это попса. Я скажу, съездите там, он идет. Дилифинар. Ну, это попса. У меня есть какие-то свои места, которые я люблю, но они никому на них не любят. Ну, какие, может быть, не любят. А я люблю только потому, что у меня какие-то приятные ассоциации. Связь, связь. Ты сам из Висагинаса, да? Я никогда не был там. Нет, уже 400 километров. Ты что, для нас 300 километров до Вильнюса, тут доехать уже челлендж. Ну, так, так, ну, так устаешь. Мне говорили, что абсолютно вообще русский город. То есть русский город, да? То есть толсты, в кончении. Заградка, то есть толсты, что он будет. Ну, он Гриффитс, Гриффитс приехал с Калининграда, литовский выучил. Он говорит реально без акцента. Да, может, ты знаешь, как в советском городе покажется? Потому что в Клапиде тоже парень живет. Он говорит, что-то был в Висагинасе, говорит, там такой советский город. А я как уже привык, ну, у нас просто тупо панельные дома стоят. Все, больше ничего нет. Такой, знаешь, город строителей. Танц устроили, типа, и вот работника туда, типа, вообще. Проселили, и все. Слушай, расскажи мне, я увидел вот этот, как он называется, канал «Заг Балтик». Он работает еще? Ну, похоже, нет уже. Потому что я через него нашел одну ютубершу из Эстонии, Ксении, не помню фамилию. Она понравилась. Светловолоса? Да, с тем большими глазами. Понравилась такая прикольная. Толковая. Да, она очень понравилась. Ну, там, видишь, у них была такая концепция, типа, они брали блогеров, там, с Прибалтики, типа. Ну, там, по-моему, с Латвии, там, несколько почему-то. Я так понял, что у них в Латвии центры. Не знаю, я на дневник Хачана и на этого подсел. Ну, я люблю Дудя изначально. То есть, я раньше смотрел «Минаев Лайф», вот этот, помнишь, да, был «Минаев Лайф». Ну, я слышал, но я не смотрел. Вот Дудь мне заменил вот это все, вот эти развязные интервью, вот это с мотивками, чтобы вот так. Но я не смотрел, например, Дудя, когда какой-то персонаж про меня неинтересен. Какие-то там рэперы и так далее, вообще-то. Я смотрю всех. От Фейса до Навального, то есть, там, до всех. Вот он раскрывает человека как-то с другой стороны, там, вот. Мортия. Не, мне нечего сказать. Ты уже вчера, слушай, мы вчера только приехали, он уже включил камеру. Ну, давай, рассказывай. А я рассказываю, я смотрю, камера работает, и я так сразу понимаю, что у меня пистья ступор. Знаешь, такое, я уже не могу. Сам долго думал, но что ты снимаешь? Вообще, это так все получилось, фон фан. Я какой-то вечер приехал на первом видео, я просто... Я приехал, я помню, у меня была такая тяжелая работа, тяжелый день. Я приехал, просто поставил телефон, думал, надо что-нибудь сказать. И потом Насте, коллега, говорит, типа, а что ты такой там мертвый вообще на видео? Потому что... Вообще, ты такая, да. И как-то вот спонтанно, вот просто так, фон фан. И я даже очень долго там ничего не покупал. У меня было до этого там камеры, я все это нафиг продал, потому что мне это было неинтересно. Потом, конечно, пожалел. А сейчас-то на что? Стабилизатор. Я стабилизатор, да. И у меня телефон... Кэмон, G7, G2. У меня сегодня Юлька спрашивала, говорит, типа, тебя еще прет? Я говорю, ну, пока интересно. Говорит, а когда перестанет переть? Я говорю, ну, и перестанет, перестанет. Ну, да. Так и ждет, так и ждет, Рогова, да? Она сказала, кстати, говорит, ты когда стал блогерство, это стало, типа, меньше нам уделять время на радио. Я говорю, да я вам уделяю, сколько уделял. Просто у меня появился другой выплеск энергии. Слушай, отец родной, да? Аж прям, папа, вернись домой, да? Они на день рождения подарили торт, написано, аз есмь царь. В форме императорской короны такой. Аз есмь царь. Так, я помню, где этот блог день рождения. Но это было не на этот день рождения. Этот с позером тоже. Комплимент. А, да, это было. Ну, ладно. Но вот опять-таки у меня про эти разговорные видео, я или по себе скажу, я такой человек очень динамичный. Мне когда кто-нибудь сидит там 20 минут, что-нибудь голоколит. Но если мне не интересно, я не смотрю. Поэтому я вот когда, вот даже про поздний рывклад, или там, когда, как я гражданство получил, мне кажется, все время кто-то будет смотреть. Кому это интересно. Потому что это даже немножко не стыкуется с моим внутренним ритмом. Мне нравится экшен, весело, все туда-сюда, а так сидеть. Только кот радует меня. Катайся, кстати, в Facebook. Ты вообще сумма. Раскручу даже кота, да? Короче, ребят, я должен варить. Ладно, ну все. Сергей Грифис, я не ухожу, я просто как узбекский, это, никого не буду обижать, торговец. Да, я, видите, с тюками совсем, с едой, со спортом. Курочка-обедики, да, пойдет к поездам, к поездам продавали на перрон. А у нас вот, вот, вы на реке вообще, из Висагиноса едут по лонгу, блин, как это. Мы из Висагиноса приехали, вот наши сумки, Сергей Грифис просто идет домой. Ты один, я местный. Я иду домой, да. Я на самом деле, знаете, как в советское время с заводов все с работой вносили. Не суны. Не суны, как и Толстой, да? Вот я тут что-то подобрал и все, и ухожу. Павел, пообщались, я как всегда в бегах, в летах. На следующий, в следующий раз приезжай на подольше и не в понедельник. Да, едь на свое Евровидение. Все, бай-бай. А что бы вы хотели рассказать? Что бы вы хотели рассказать? Да, все, мы приготовили вопрос, и все, это же не коммерческое интервью, что бы вы хотели. Ну, может, есть какая-то тема, которую я лично вот хотел бы. Спросите меня об этом, спросите меня об этом. Как хорошо на улице, почему мы сидим здесь? Что мы делали? Что мы сегодня делали, что мы делали вчера. Я буду снимать, я просто буду... Отдыхая, да? Ну, Юля только со съемок приехал. Мы же, я в литовском фильме там работаю, когда, ну, вот. Это что за фильм, который вы сейчас снимаете? Система называется. Это не тот. Это не тот, который снимали на этом. Ну, просто колеба какой-то снимался в массах, чтобы рассказывать все. Уже скоро систему будут знать на весь мир этот фильм. Его еще не сняли, но уже все будут знать по радио, будут знать и в блог. Арумас и Эмулис. А он снимал рекламы до этого все. Почему он решил, что ему пора заняться? Да, садитесь. Надо было сказать, Макс, кушай отсюда. Нет, 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 это все нормально. Все нормально. Жизнь и жизнь. Вот у вас самые красивые... У вас, как сказать, у вас две топ-модели работают. Даже две? Да, Кира и Реда. Вон Реда, да. Да, это Реда. Она Реда поет. Не видно лица, но ладно. Поет. Ай, точно, да, я точно. Я слышал, как она поет. Тоже в том же блоге было. Это не для эфира. Восхищаемся. А сплетни в эфире их нельзя пускать? Ну, ты что? Почему? Для этого есть специальные рубрики. Скандалы и фиги расследованы. Да, да, да. Для этого есть специальный этот, как... Давайте это... Сфинерфо газета. Сплетни на радуге. Будем сейчас проводить. Потому что это не наш формат. А тема нашего сегодняшнего шоу, то, что мы сейчас... Секундочку, секундочку. В фейсбуке, да? То, что вы писали? Да, да, да. Ну, вы читали уже, да? Да. То, что телевидение в интернете, да? Ну, мы спрашивали у тебя у самого, кого ты сам смотришь? Как ты решил, как ты задумал, сколько у тебя подписчиков? Монетизируешь ли ты как-то это все дело? Есть ли какая-то скрытая реклама? Ну, такие всякие. Потом игрулечку мы с тобой только однознательно проведем. Что и игрулечку только однознательно проведем с тобой. На знание твоего предмета, которым ты занимаешься. И получишь билет на него. Вечернее шоу «Оранжевое настроение» начинает свой эфир. А в студии по-прежнему Юлия Рогова, Сергей Бондарь. Понедельник наша вахта с тобой. И я очень этому рад. Я тоже этому очень рада. Соскучилась за выходные по нашей программе. Ну и, конечно же, у нас сегодня совершенно необычное шоу. И тема очень интересная. И в студии нас не двое. Каждый день выбираем какую-то тему. Публикуем в интернете ее. Присутствуют комментарии в интернете. Присутствуют звонки на автоответчиках по теме, которую мы объявляем. Ну и в течение шоу еще есть какие-то постоянные рубрики для каждого дня. Там понедельник одна рубрика, во вторник другая. Ну и, естественно, выпуск новостей. Который втроится четыре раза за эфир. Без фисовой. Какого? Что такое? Мы подтанцовываем. Я подтанцовывал, когда мне было 22, что ли? Когда я... 22, молодежная. А он комментирует на камеру? Качество, понимаете? Радио важно. То есть меня никто не пустышит. Да, да, да. Переключится на что-то непонятное. А нам нужно, чтобы было круто, весело, энергично, активно. Все как на футболе. На мундиале. Все, поехали. Мир меняется, надеемся, к лучшему, и мы меняемся вместе с ним. В связи с этим у нас сегодня образовалась вот такая тема на нашу радиобеседку. Что вы смотрите онлайн? Не секрет, что в последнее время телевизионная аудитория несколько переместилась на просторы интернета. Там мы смотрим любимые передачи, фильмы, ролики на ютубе и так далее. И сегодня мы решили спросить у вас, а что вы смотрите онлайн? Какие передачи, шоу, влоги или интервью вы предпочитаете смотреть в интернете? Вот все, что мы перечислили, это то, что популярно в интернете. Ну, а сегодня у нас гость, гость в студии. Ну, будем называть его наш местный, витовский, настоящий влогер Александр Итминович. Здравствуй, Александр. Здравствуйте. Как настроение? Отлично, вас очень интересно. Когда ты спросил, кого нужно смотреть, Александр двумя руками показывал, меня, меня смотреть нужно. Да, действительно. Я показал, что я переживаю очень за это. Слушайте, я все время боюсь, что что-нибудь не так ляпну, потому что блогер это не влогер, а влогер это видеоблогер. Это человек, который снимает видео на какую-то тему. Да, Александр, у меня про вас написано, что вы блогер ютуб-канала «Жизнь в Литве». Это все правильно я сказал? Ну, не очень, не совсем на самом деле, потому что различаются те же блогеры. То есть, влог это и блогер, это человек, который снимает видеоблог. Именно блог это о своей жизни, о том, как ты живешь, чем ты питаешься и так далее. В основном, чаще всего, такая жизнь человека. А именно ютубер, который, он снимает разный контент. Это могут быть игры, он записывает, могут быть какие-то документальные видео, которые, да, могут выходить. И получается, что я больше ютубер, чем блогер, потому что я меньше его... И в связи с этим вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям, первый адресуем вам. Расскажите, пожалуйста, что, Саша, ты смотришь в ютубе? Я смотрю разных людей, тех же и блогеров, и ютуберов, и вам именно конкретно каналы. Ну, вот из телевизионных передач, допустим, что-то смотришь или это неинтересно, не твой формат? Бывает, что с девушкой мы смотрим какие-то и сериалы, бывает, смотрим передачи, которые вот украинские, там, Тата Нахату, вот, всякие вот такие. Ну, знаете, наверное, самые популярные. Ну, в ютубе все есть, потому что когда-то это было в телевизоре, и все это сейчас в ютубе, и все там тоже можно посмотреть. И, между прочим, аудитория ютуба расширяется с каждым годом очень стремительно. Кто-нибудь задавался вопросом о том, какой средний возраст тех, кто смотрит ютуб? Самый популярный. Вот ваша целевая аудитория. Да молодежь, скорее всего. У нас есть статистика, можно ее посмотреть, можно сейчас даже посмотреть, и там есть шкала возрастов, которые смотрят все вообще. От мало до великого? Да, и от пяти лет, и до шестидесяти пяти старше там есть, и вот, ну, средний получается вот этот возраст там есть. В общем, ограничений никаких. Александр, а давай о тебе чуть-чуть поговорим, потому что я думаю, что в Клапиде мало кто знает, я имею в виду вот как радиослушатели, или потому что вы впервые у нас в гостях, вы, ты, я уже, давай пожмем друг другу руки и скажу, ты. Александр, расскажи о себе, где ты учился, на кого выучился, какие любимые предметы в школе были, если были такие, кем мечтал стать, стал ли тем, кем мечтал. Чуть-чуть о себе, да. Александр, 30 лет, в школе учился с нежеланием, потому что в свое время мне перестало быть интересно вообще все эти предметы, которые мы изучали, потому что, ну, сам подход учителей, то есть нужно заинтересовать ребенка, меня не заинтересовали. И даже математика, которая, я думал, что там важен ответ, а там оказалось важное решение, поэтому учителя не пояснили, зачем нужное решение, зачем нужно искать вот эти вот, как ты придешь к ответу. А мне важен был результат, поэтому... Я, я учитель математики, и я знаю, как детям объяснить, да. Да, 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 как заинтересовать. Жалко, что вы не встретились раньше. Не говори. А где, кстати, вы учили в школе? В Висогиносе, да, я учился. Ну, там была до 4 класса садшкола была, потом я уже перешел в... Сейчас про гимназию, сейчас она называется, уже статус получила, да, эта школа называлась. Вторая школа, это самая большая школа была в Висогиносе, но и сейчас, наверное, самая большая. Там в лучшие годы 2000 учеников плюс училась, там больше, чем 2000 учеников. Это как, обязательно две смены, наверное, было? Было, да, две смены, было, да, потому что, что моя тетя там училась, вот, они приехали из России, и вот последний класс она там училась. А родился Александр в Литве, в Висогиносе? Родился в Литве, но только в Заросае, потому что, ну, это недалеко, там, 15 километров от Висогиноса. Озерный край наш. Да, потому что не был роддом еще тогда в Висогиносе, я те годы рождался. А город молодой? Рождался, рождался, не перестой рождаться. Ты каждый день заново. Перерождался, да. Слушайте, ну, это же, да, Висогинос, это же там, где атомная электростанция рядом совсем. Да, да. Александр, на вас это как-то повлиял, опять на вас, на тебя это как-то повлияло? Это сложно сказать, возможно, это радиоактивное влияние проявится где-то там в поздних возрастах, там, кто знает. Это круто, вот не зря он стал ютубером. Да, будем ждать, а пока что проявилась явная совершенно склонность к тому, чтобы снимать что-то интересное. Вот расскажи, пожалуйста, Саш, что такое количество подписчиков для ютубера? Это как, с чем это можно сравнить для тех людей, которые этим не занимаются? Это как зарплата, которая увеличит твой жизненный статус, возможности какие-то. Расскажи, что это? Подписчики, вот как у вас, радиослушатели, да, ваши, это та же самая аудитория. Чем больше подписчиков, соответственно, у тебя больше растет аудитория, соответственно, больше людей, к которым ты можешь обратиться. Процент людей, которые комментируют, которые активные, ну, там, 10, может быть, процентов, может быть, там, меньше. Но, чем больше, соответственно, число подписчиков, тем больше процент активных людей. Это взаимо-таки зависит. Если мы заговорили о комментариях, а есть ли те, кто, вот сейчас очень модное слово, хейтит? Хейтеры есть? На канале у меня нет хейтеров. Бывают просто пишут плохие комментарии, там, что ты там или такой, ты плохой, или ты не так. Александр сразу их уничтожает. Не, оставляем комментарии, потому что я смотрел одного паренька, из Грузии, заходишь на канал, ну, всегда есть плохие в основном комментарии, ну, всегда, ну, не без этого, конечно. Да, есть люди, которым нечем заняться, которые гружат ядом. Да, 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 вот. На любом канале такое есть. И когда ты заходишь в комментарии, и там только позитив, это уже не вызывает доверия. И потом, когда я смотрел... Объективности не хватает. Да, да, да. И когда стрим я смотрел этого человека, он сказал, я все плохие комментарии удаляю, и вот это мне не понравилось, потому что вот вся правда, которая есть на канале, вся жизнь, она как бы редактируется, вот такого вот не хочется. Много ли времени отнимает занятие, снятие влога, помещение в YouTube? Какую часть жизни это занимает? А вообще чем вы занимаетесь в жизни? Ну, вот сейчас-то получается, что этим занимаюсь очень много времени, на самом деле. Потому что снять видео какое-нибудь, это нужно день потратить. Если ты куда-то едешь, ну, или спланировать, да, сценарий какой-то написать, то есть потом поехать это снять, бывает, что ты не один, но кого-то нужно просить, что тебя поснимали, помогли как-то. Потом это монтировать еще нужно, и монтаж тоже бывает. То есть ваша деятельность приносит доход? Монетизируется как-то? Ну, монетизируется, да, монетизируется. Какой-то скрытой рекламой может быть? Скрытой рекламы пока что нету. Не было вообще скрытой рекламы. Была у нас просто реклама. Ну как, не то что реклама, просто нам ребята помогли финансово, они, ну, там, задонатили, да, это называется на языке ютуберов, задонатили определенную сумму и в благодарности я говорю, давайте я вас там в ваш сайт про рекламирую просто. Хочешь ли ты сказать, что этим разговором ты, наши слушатели, подвергнула на мысли о том, а как бы можно было бы еще в этой жизни заработать? Друзья, у нас сегодня в гостях замечательный ютубер Александр... Александр Итминович. Итминович, он у нас впервые, и нам хочется многое о нем узнать. Время, к сожалению, поджимает, но мы обязательно в следующем выходе продолжим разговор. Оставайтесь с нами на волнах радиораза. В список заполняли, и, ну, и сейчас, и ты вписываешь университеты просто, каких хочешь, и они уже, система отбирает, куда-то поступают. По рейтингу. Да, по рейтингу. И все, ну, я вот поступил туда, потому что я писал там, и ботанические какие-то университеты, потому что это вообще, наверное, жарко. Да, если я... Радзиков. Ну, надо было кто-то вписывать. А не пойти ли мне в ветеринары? Да, ну, я вообще не помню. Вот 8 в русле, я даже не помню, что я писал, я помню. Капитерная техника, потом вот эта вот какая-то биология там какая-то с цветами. Вы сейчас все это обсудите, и мы об этом не поговорим в ветеринах, потому что это будет уже пройденная тема. А мы повторим. Интересно, как это вы. Я могу и так же интересно. Продолжаем нашу радиобеседку. У нас сегодня в студии трое. Мы сегодня решили поговорить на очень интересную тему. В связи с этим пригласили к себе гостя. Наш гость Александр Эдминович, это блогер YouTube-канала. Название блога это «Жизнь в Литве». То есть, собственно, про нас с вами, дорогие друзья. Здравствуй, Александр, еще раз. Здравствуйте. Я думаю, что те, кто нас только сейчас услышали, мы вполне можем еще раз рассказать, что к нам в Клайпиду приехал из Висагинеса Александр Эдминович, который ведет YouTube-канал «Жизнь в Литве» и рассказывает, ну, на всякие темы, как у нас тут что проживает, как нам тут живется, что у нас как происходит, какие-то выбирает актуальные темы и демонстрирует это на весь мир, на все интернет-пространство. И мы уже знаем, что у Александра много подписчиков. Вот, колись, Александр, сколько у тебя подписчиков? Ну, в мире YouTube это не так, кажется, много, но они растут каждый день. На данный момент 7 тысяч 50 подписчиков. Вот так, 7 тысяч. И это число меняется каждый день? Ну, да, в день где-то 10-20 подписчиков прибавляется, в зависимости от того, как видео. Допустим, если выставишь видео, тогда за день может прибавиться и 30, и 50. То есть, когда затишье, они там по 10 в день прибавляются. Скажи честно, как часто ты проверяешь число меняющихся подписчиков? Каждый день. То есть, просто один раз в день? Да. Ну, бывает, знаете, когда вы заходите телефон, там что-нибудь, просматривайте ленту новостей или там Instagram, смотрите фотографии. Также я смотрю комментарии там в одном приложении. То есть, и там, соответственно, когда ты смотришь комментарии, там сразу сверху высвечивается число подписчиков. Соответственно, ты когда обновляешь ленту, ты сразу обращаешь внимание на число подписчиков. Бдите, не оставляйте этот вопрос. Да, просто интересно вот эта сама тенденция изменения подписчиков. То есть, или она становится больше. То есть, ну, нужно анализировать все это. Ну что, я буду теперь со стороны подписчиков задавать вопросы. Для того, чтобы мне захотелось посмотреть какой-то в YouTube сюжет, мне нужно зацепить, правильно? Вот, Александр, что послужило вот этим? Какой был сюжет, который вот сразу дал тебе столько лайков или там подписчиков? Что это было? Вот что это было за тема? Осталась ли она у тебя на памяти? Это же важно. Видео самое популярное, да? Да, у нас есть видео. Оно набрало 230 тысяч просмотров. И оно где-то, может быть, тысячу или полторы, может быть. Вот примерно такое число подписчиков. Сразу прибавило. Да. А что было за сюжет? Да, литовская деревня просто. А сюжет... Жизнь литовская деревня? Нет, нет. Сюжет был очень интересный, на самом деле. Написал один подписчик с Архангельского города, что у него пропала бабушка. И он попросил съездить в эту деревню. Не помню, как она называется там. Здесь у нас в Литве. Да, да, да. Съездить, правда, такая маленькая, неприметная. Ну, вот якобы там жила его бабушка, они потеряли связь. И хотел съездить, чтобы я съездил, посмотрел, как она сейчас там живет, что с их домом, где она жила, там, ну, узнать вообще всю судьбу. Вот мы как бы бабушку не нашли, точнее нашли, потом узнали, что она умерла. Потом ездили даже на кладбище искать ее могилу, ну, что все это снимали. И получилось так вот, что, ну, вот такое вот видео. И как бы Литовская, хотя деревню там, по сути, не показали, но вот видео, так называется, Литовская деревня, и больше всего... Вот что интересует народ, судьба человека, простого человека. Конечно, это произошло событие, человек ищет, найдет, не найдет. Очень интересная тема, да, для того, чтобы зацепить очень... А вообще, с чего начался твой интерес к этому вопросу? Почему ты решил, что тебе нужно этим заниматься? Как давно ты снимаешь влоги? Два года скоро будет канал, 17 августа. Это зарегистрирован канал, по-моему, там видео, может быть, чуть позже выложили, ну, потому что не в тот же день. Ну, 17 августа, как день рождения канала считается. Поэтому скоро уже два года будет. Как начал, просто была идея вот снять, показать Литву, потому что такого еще не было. То есть это, если брать вот нишу, да, она не занята была, никто не показывал про Литву. И думаешь, ну, а что, а как, почему так вот, как бы, ну, это что-то не то. Интересно же все-таки. Да. И вот начал снимать, начали, вот мы с другом занимались тоже. Вот темы, как-то подбирали сейчас. Темы, они предлагают подписчики, допустим, то, что тебе самому уже хочется узнать. Ты вот, допустим, вот последнее видео, вот будущее, в скором времени, которое я хочу сделать, это про болота литовские. Что там растет, что за растение, потому что мне интересно. Я знаю, что люди ходят на болота, там, в леса, они не знают вообще растения, как называться, которые там растут. А растения, которые растут на болотах, их не так много, чтобы... А ты так глубоко занимаешься изучением вопросов, что даже изучаешь ботанические названия растений, которые там растут? Да, я недавно проводил опрос в Инстаграме, я делал среди подписчиков моих, я спрашивал, выставил фотку растения, которое большинство людей, там, 99%, наверное, думают, что это камыш. Это, знаете, такое, как эскимо, вот это вот. Так, да. Вы знаете, как это называется? Как? Не камыш точно совершенно. Ну, да. А как? Его тоже, не знаю, он называется рогоз. Рогоз. Да, вот, и большинство, конечно же, ответило, что это камыш, а не рогоз. Хотя даже по вопросу можно было... Можно было погуглить. Можно было по вопросу даже понять, что если такой вопрос, что это камыш или рогоз, то явно не камыш, да, получается. А даже были варианты ответов, в этом вопросе. Да, 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 вот, вот, говоря. Ну, в инстаграме так можно сделать. Поэтому вот, и хотелось бы, чтобы люди осведомить, да, информировать, что вот, как бы, во-первых, вот это вот надо знать и другие растения, которые еще растут на Литовском болоте. Клюква растет на болоте! Что тут ты гадаешь? Клюква, самая полезная ягода! Как рановато за клюква. Ну, а вот расскажи, самое интересное место в Литве, которое ты посещаешь? Сегодня видео мне понравилось. Тоже пригласил подписчица Неринга. Она из Паневежи, сама из города. Но она выросла в городе, который называется Дуситос. Это город пятый, с конца по численности людей, очень маленький. И там как раз таки озеро Сартай, где проходили раньше, проходили скачки, вот эти вот на озере, на самом зимой, зимней скачки. Вот. И вот там такая атмосфера была, которая до сих пор, я, наверное, под впечатлением. И вот эта вот заброшенная молочная ферма, вот эта большая, но не только что, но здание самой интересной формы. Когда ты ходишь, все уже там не работает. Она рассказывает, как там кипела жизнь, как там мороженое делали. Потом вот эти трибуны от лошадей, которые тоже от скелетов. А нету некоторой грустинки, что когда-то там все бурлило, а сейчас все это пустует? Ну, есть грустинка, как раз таки, вот, наверное, поэтому все это впечатляет. И вот ты ездишь по городам и находишь такие места, которые вот как раз таки из этой грустинки, что когда-то там была жизнь, кипела, ностальгия, да, вот это вот. Люди почему и смотрят, да, вот канал некоторые, что они вспоминают, попросили, допустим, снять военную часть, где они служили. Она тоже уже разрушена у нас в городе. Там руины только. И вот они пишут, блин, а мы вот там-то служили, вот тем-то занимались, там-то была баня. Ну, и в молодость вспоминают. Людям это нравится. И вот Литва для многих людей, она страна ностальгии, страна своей молодости, где они проводили твои счастливые дни. То есть, исходя из того, что ты сейчас рассказал, я понял, что очень многие задают вопросы, которые уже в Литве не живут, и их связывает что-то. Либо это служба в армии, либо это вот когда-то... Счастливое детство. Счастливое детство и так далее. Да, да, очень много людей. Да, вот в Марианаполе мы тоже ездили. Тоже человек, вот он жил там в детстве, потом уехал. Просто сейчас он в Анапе живет и тоже попросил, прислал денег. Говорит, вот съездите, я вам деньги, все, организую путешествие, только съездите, покажите мне подарок. А-а-а, еще и присылают деньги. Ну, так клево, я этого не знал. А, поддержка, да. Меня очень заинтересовало, вот, значит, пятый по величине с конца город Литвы вы назвали, а самый маленький населенный пункт Литвы вы назвали, это что такое? Есть такой? Там живет, что-то по няму, он называется этот город. Он, я не знаю, что там у нее тоже, конечно же, будет этот выпуск, потому что такое, нельзя без внимания оставить. Там живет 230 человек, по-моему. Это самый маленький населенный пункт? Ну, а в этот раз меня пригласил мой друг Максим, он сказал, он организовал всю вот экскурсию по городу, он все встречи, вот даже вот на радио, то, что к вам пришел, это организовал он, он меня позвал, и долго мы планировали, там, что будет, что мы посмотрим и так далее. То есть список все время пополнялся, и просто я уже не смог отказать, как бы... Это первый вот блок про Клайпин? Нет, мы уже были в Клайпин, мы искали Янтарь, сюда ездили, вот просто поехали Янтарь поискать. Удалось ли найти? Ну, и пару крупинок, да. Сейчас с Александром Матминовичем, что он знает о Литве? Вопрос первый, Саш. В религиозном отношении жители Литвы поделены на три категории. Первое, католики, второе, православные, а третий, кто? Второй вопрос. Второй вопрос. Самая популярная или распространенная фамилия в Литве? Петраускас. Вопрос третий. Территория Литвы разделена на уезды. А сколько всего уездов в Литве? Двенадцать. Четвертый. Литва, край, озер. Как называется самое большое по площади озеро в Литве? Другщай. Вопрос пятый. Кого в Литве больше, мужчин или женщин? Женщин их везде больше. А может быть, ты знаешь, на сколько процентов больше? Ну, 10, а может больше. Прекрасно. Вопрос шестой. Сколько процентов жителей нашей страны имеют недвижимость в собственности? 99. Хорошо. Вопрос номер семь. Сколько городов на территории Литвы? 110. Вопрос номер восемь. В столице Литвы, Вильнюсе, есть дуб возрастом 2000 лет. А сколько человек могут обхватить его одновременно? 13. Вопрос девятый. Какая часть населения Литвы проживает за пределами своего государства? 20%. Это что за сигнал? Это таймер, но ничего страшного, давайте закончим, очень интересно. Десятый вопрос. Какое место Литва занимает в Европе по доступу к интернету? Второе. И одиннадцатый вопрос, последний. Назови как можно больше населенных пунктов, начинающихся на букву К. К. Купишкис. Раз. Кидание. Два. Кащедорис. Три. Где мы находимся сегодня? Каунас. Кретингай. Предлагаю перестать мучить нашего гостя. Я тоже. Давайте поаплодируем. Александр, спасибо за участие. Сейчас Юля подведет итог. Хочу сказать, что вы, Саша, большой молодец. Вы очень много знаете о том, о чем рассказываете. Действительно. Практически половина ответов оказались правильными, а те, которые оказались неправильными, приблизительно правильными. Поэтому дело ваше полностью. А может, вашим радиослушателям туда хочется узнать, что правда, что нет? Ну, давай поговорим именно об этом. Может быть, есть такой вопрос, который там вообще... Значит, католики православные, а третьи это неверующие. 6% на серии. Ты говорил староверок. Петраускасам противовес самая популярная Козлаускас фамилия. Больше всего. Кстати, я выучил, что Киркилос, это в переводе то же самое, что Бондарь. Бондарь моя фамилия. Мастер по изготовлению бочек и кадушек. Вот я тоже просвещаюсь периодически. Сколько всего уездов в Литве? Почти 12-10. Да, 10. Про озеро сказал 100% другчай. Там станция, допустим. Да, то, что женщин больше в Литве на 15%. Практически тоже правда. Недвижимость имеет 93%, это стало 99%. Нормально. Очень похоже. Городов в Литве 106 у нас на данный момент, пока их не изменилось, Саша сказал 110%. 8 человек хватит для того, чтобы обнять самый большой дуб, который был 13%. Потому что Саша имел в виду худеньких. Худеньких, а вы что подумали? Средник, абсолютно средник статистических людей. За пределами Литвы проживает треть населения Литвы. Мы занимаем почетное первое место в Европе по доступу к интернету. Ну и города на букву К. Спасибо, что назвал Клайпиду. На Латыши они там тоже спорят, что они первые. Поэтому я там не знаю. Есть ли у тебя какие-то комментарии к нашей игре? Отличное игра. Ты как считаешься победителем? Я выиграл, да. Безусловно. Безусловно. Если ты будешь в гостях в Клайпиде, заходи, рассказывай, что у тебя нового. Хорошо. Спасибо за игру. Спасибо за участие. Ура! Ну а мы вернемся к обсуждению.